Продолжение следует... Самое главное, как мы их встретим? Или еще точнее, чем мы их встретим? Разбитыми дорогами, свалками мусора, отсутствием воды в кранах, закрытыми пляжами? Или, может быть, полуостров все-таки сумеет достойно подготовиться к грядущему курортному сезону? Кто вообще для нас, крымчан, турист? Желанный гость или объект наживы? Ответы на эти и многие другие вопросы мы будем искать сегодня здесь, в прямом эфире ток-шоу «Открытая политика» вместе с нашими гостями. Справа от меня. Николай Маринов, первый заместитель министра курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь Воронин, доктор географических наук, профессор кафедры туризма Таврического национального университета. Людмила Бабии, директор Генуя Тур. Ирина Кондратюк, заместитель министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Слева от меня. Владимир Серов, мэр Судака. Владимир Живица, председатель райгосадминистрации Симферопольского района. Олег Крючков, собственный корреспондент нового канала в Крыму. И Александр Густенко, заместитель начальника службы автодорог Крыма по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автодорог. Как всегда в нашей дискуссии принимают участие телезрители, которых мы просим ответить на следующий вопрос. Турист для крымчан это. У вас есть три варианта. Первый – желанный гость. Второй – незваный гость. Третий – объект наживы. Номера телефонов, по которым вы можете отвечать на этот вопрос, сейчас на экранах ваших телевизоров. Звоните, голосуйте, определяйтесь. А мы начинаем разговор в студии. Беспредельная жадность и заоблачная наглость. Вот качество крымских жителей в сезон. И, к сожалению, ничего не меняется. Предлагать копеечную услугу за тысячу, втюхивать ублюдочный сервис по принципу «не нравится – уезжай», да еще и за кусок моря брать плату – это жлобство. Как они еще морскую воду в бутылках не продают и песок на развес. Вот только из-за этого и накроется крымский туризм. Жаль, что туристы ради природы и привычек готовы терпеть это. Но жизнь все изменит. Люди не стадо, поймут, что есть альтернатива. К сожалению, из года в год крымские аборигены ничему не учатся. Сколько же нужно времени, чтобы поменять их менталитет и дать понять, что турист – это их будущее и средство к существованию. И его нужно ценить, любить и носить на руках, как это уже давно поняли в Турции, Египте, Болгарии и других популярных направлениях. Увы, таких отзывов об отдыхе в Крыму ни один, ни два, ни три, даже не 33. Это правда? Это о нас? Николай? Ну, во-первых, да, есть такие отзывы, действительно, и часть объектов размещения, часть туристического бизнеса именно так и работает, к сожалению. Но возьмите статистику, вот у нас на руках каталоги здесь находятся, с независимым исследованием, которым проводила Ассоциация курортов Крыма. Здесь присутствует Дарина Удовенко из Ассоциации. И да, такое имеет место быть иногда. Но 90% туристов, которые к нам приехали, согласно этого исследования, хотят приехать в Крым вновь. Я думаю, если бы все было так плохо, а это действительно плохие отзывы, наверное, бы такого не было. Наверное, не было бы роста туристического потока, как в прошлом году, когда мы установили рекорд за 20 лет. 6 миллионов 134 тысячи туристов приехало. Наверное, во второй раз 80%, по-моему, да, если я не ошибаюсь, приезжают в Крым во второй более раз. Наверное, это какое-то преувеличение. Это первое. Второе. Если поискать о других курортах информацию, не о Крыме, а, скажем так, ну, давайте не будем называть, чтобы они не обижались, я думаю, можно будет встретить такие же отзывы. То есть, да, часть туристов всегда будет недовольна. В Крыму есть, конечно, есть необходимость в обучении, в понимании того факта, что турист для нас это желанный гость. Это тот, кто нам приносит деньги. И мы должны с этим все считаться, с тем, что мы живем за эти деньги потом целый год. И если такие факты есть, они, конечно же, есть, то нам нужно таких людей переубеждать. Спасибо. Кто еще хочет высказаться на эту тему? Я думаю, что не только вы привели прекрасные примеры Турции. Еще какую страну вы привели? Болгария, Хорватия. Я думаю, что они тоже начинали не сразу с фешенебельных отелей, прекрасных пляжей. Все познается в сравнении. Тоже какой-то был пройден путь. Крым тоже идет вперед, они останавливаются на месте. К этому яркие примеры новые пансионаты, здравницы, отели современного класса. Значит, Крым пользуется спросом. У нас в студии Дарина Удовенко, заместитель председателя дирекции Ассоциации курортов Крыма. Здравствуйте. Да, хотелось бы подтвердить слова Николая Николаевича. Немного скажу об исследованиях. Ассоциация курортов Крыма проводит их совместно с ведущими крымскими вузами и при поддержке Министерства курортов и туризма Крыма. Летом, в период курортного сезона, с 1 июня до 31 августа, мы опрашиваем гостей о качестве отдыха в Крыму. Ругаются. Я вот сейчас хочу сказать о том, что 89, ну вот почти 90% туристов, которые побывали в Крыму, считают, что цена соответствует качеству. Более 90% планируют вернуться в Крым в следующем году. Секундочку. И 85% даже планируют вернуться в то курортное учреждение, в котором отдыхали в этом году. Несколько лет последних мы задаем вопрос туристам прямой, честной. Что вас раздражает на отдыхе в Крыму? 87% на отдыхе в Крыму не раздражает ничего, они счастливы. А из раздражителей, если интересно, могу перечислить. Многолюдия, громкая музыка, грязный пляж, мусор в море, навязчивые таксисты, местные жители, платные зонтики и лежаки, курящие соседи, цены и отсутствие туалета. Вообще, я представляю здесь именно курортное учреждение. Хотелось бы сказать, что владельцы и руководители курортных учреждений, начиная от частных домовладений и заканчивая крупными санаториями, делают все для того, чтобы турист вернулся к ним на следующий год. Начинаем. Спасибо, Дарина. Пока вы говорили, Олег Крючков, собственный корреспондент Нового канала, смотрел то на вас, то на меня и все время улыбался. Это, по-моему, у него есть другая точка зрения. У меня есть вопрос к мэру Судаку, просто. Судака, да, извините, пожалуйста. Скажите, сколько часов в день в вашем городе подается вода? Это один вопрос. Да, один вопрос. Вода подается по тому графику, который утверждается на исполкоме. Да, но с водой есть проблемы, это не секрет. Сколько? Правда, что она подается один час? В курортном городе. Смотря в каком регионе. Давайте мы разделим, потому что вопрос очень такой острый. Значит, если мы ведем... Я просто к тому, как люди могут, 89% приезжающих сюда быть довольны, когда они не могут помыться. Олег, послушайте. Значит, вот Дарина привела статистику замечательную. Если мы берем организованный отдых, в организованном отдыхе все организовано. Это крупные предприятия туристического, оздоровительного направления. Санатории, пансионаты, отели, которые действительно за предоставляемые услуги дают тот спектр, который они гарантируют. Если взять частный сектор, это совершенно другой подход. Мы все с этим согласимся. Это совершенно другое направление. И многие высказанные у Дарины замечания связаны с частным сектором. Вода — это проблема всего Крыма. Не только Южного, не только Судака, всего Крыма. Решение этого вопроса есть. Правительство обеспокоено и занимается этим направлением. Те крупные предприятия, которые работают, они об этом думают заранее. И с водой в этих предприятиях более-менее налажено. Хотя тоже чувствуется нехватка. Частный сектор из-за этого страдает. Поэтому негатив складывается в основном из-за этого. Если взять любое направление, этот прекрасный журнал, который нам сегодня дали, посмотреть, то здесь все предприятия более-менее среднего звена. И они действительно пользуются спросом. В основном масса людей приезжает, отдыхает частным образом. И я не помню, за последнее время выделено ни одного большого участка земли под какой-то стратегический проект. Как было, допустим, сделано в Батуми, где зашли отели первой десятки. Где, в каком курортном городе у нас выделена земля, куда зашли большие отели. Олег, спасибо. Вот Ирина хотела, и потом вы. Я хочу поддержать своего коллегу, мэра Судака, и сказать, что критика – дело хорошее. Это, наверное, двигатель прогресса. Человеки друг друга всегда будут поддерживать. Это двигатель прогресса. И мы благодарны вашему брату, конечно, журналисту. Но сегодня делаются большие дела, делаются мероприятия по снабжению города Судака водой. Правительством найдены ресурсы, уже есть соответствующие материалы, есть трубы для того, чтобы водовод Феодосия Судак отремонтировать. И на семи участках проводятся сейчас работы изысканные резервы. Почти 2,5 километра труб сейчас уже найдено и находятся в работе. А когда закончат? До начала курортного сезона этого года работы эти будут закончены. А канализация, которая там в Капцельской бухте? Капцельской. Ну, давайте вы ответите. Это два разных вопроса, конечно. Я хочу вам по водоснабжению только сказать, что работы ведутся, вас услышали. Спасибо. Игорь. Ну, мы дело в том, что как-то уже в какие-то детали углубляемся, уже допустились до канализации. Я просто хочу сказать, что проблема на плаву, никто ее не озвучит. Вот Дарина называла цифры. Вот мне интересно, социальный срез такого огромного потока туристического проводился. Кто приезжает? Я вам и отвечу. Дело в том, что по сезону прошлому курортному можно сделать один очень печальный вывод. Крым превращается в курорт для очень богатых и очень бедных. Богатые живут в своеобразных таких резервациях, закрытых комплексах, где им предоставляется весь комплекс услуги. Они не выходят за пределы этого комплекса. А очень бедные, это вот допустим сейчас основной поток идет жителей западных областей. Они везут с собой продукты, вплоть до того, что они соль с собой везут. Мы забываем о том, в чем заключается экономическая сущность туризма. Грубо говоря, турист должен приехать и оставить здесь деньги. А если они все с собой везут, то есть везут с собой продукты, они селятся в частном секторе, который не платит практически налогов. Они не тратят денег на различные развлечения. Они не тратят денег на сувенирную продукцию. Поэтому доходов от такого туриста никакого нет. А это основная масса. Людмила Баби. Я, пожалуй, не соглашусь, как представитель туроператора, как представитель ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя. Нет понятия. Знаете, это больше набитые мифы из интернета. Курорт для нищих, отдельные резервации для богатых. Просто есть огромное количество отелей, которые действительно последние годы отстроены по совершенно уже таким европейским требованиям отдыха. Которые работают по системе «все включено». Эта система подразумевает закрытые территории. Потому что люди с браслетами пользуются этими услугами бесплатно. И стоимость такого отдыха в пределах 400 гривен. На семью это 800 гривен. Дети до 5 лет зачастую бесплатно. Это не есть курорт для богатых. 8 тысяч гривен и 10 дней вас кормят, поят, развлекают. Да, есть проблема грязи на улицах наших поселков. Слава Богу, что сейчас то правительство у руля Крыма, которому самому не стыдно пройтись по Коктебелю и потыкать пальцем на определенные грязные точки. Которому самому несложно выехать в Николаевку и посмотреть, что летом превратили из этого некогда популярного курорта возле Симферополя. Но в целом нельзя говорить, что Крым это либо очень бедные люди, которые где-то в грязи на задворках живут, либо какие-то золотые дворцы. Это не так. У нас огромное количество среднего потребителя. Мы этим хороши и для Украины, и для России. Мы можем за достаточно экономичную стоимость при недалеком перелете или переезде дать хороший комплекс услуг. Давайте мы спросим у представителей Министерства туризма. Если в том году к нам приехало 6 миллионов отдыхающих, сколько денег они оставили здесь? Здесь сложно посчитать. Понимаете, если пытаться оценить языком цифры это все, то мы это, к сожалению, в Крыму не оценим. Мы в Крыму доход от туризма считаем по налогам, а налоги мы можем посчитать только от гостиниц, только от санаториев и курортов и только от туроператоров, которые зарегистрированы здесь в Крыму. Эта сумма, конечно, тогда на количество туристов получается небольшая по сравнению с другими странами. Но мы не считаем, статистика так построена, что мы не считаем доходы от туристов, ни доходы от продажи продуктов, ни доходы от продажи сопутствующих услуг. Все это не считается, а это формирует огромное количество... Я бы добавил, если бы вы ехали все и привозили постоянно с собой продукты, у нас бы не строились такие мощные сети по всему Крыму, начиная от АТБ, фуршет... Причем это не они привозят продукты, вот этот фуршет... Это же строится здесь, у нас в Крыму, это остается у нас в Крыму, и они так же этими сетями пользуются. Я бы хотел, Олег, к вам еще добавить, чтобы уже закрыть тему воды канализации... Нет, просто вы единственный из мэров, кто не побоялся прийти, я знаю, что приглашали людей, кто ничего не профессионального... Олег, я бы чтобы уже закрыть тему, как вы сказали, мы два чиновника и всем гостям. Вот давайте мы возьмем 2000 год, вспомним, что было. На протяжении 10 лет Крым стал интенсивно развиваться. Я приведу пример по Судаку. Простой пример. Значит, стоками города Судака пользовался где-то около 5000 кубов в сутки. На сегодняшний день эта цифра в три раза больше. Крупных предприятий не построилось. Построился только средний маленький бизнес, который действительно развивается. Я могу... Там-то идет разговор, такая же ситуация в Коктебиле, в Феодосии абсолютно. Тут только на государственном уровне чинить инфраструктуру, по-другому никак. Это не проблема даже местного самоуправления. На сегодняшний день как-то стали все приводить более-менее в порядок и находить компромиссные решения. Если ты начинаешь строить отели, гостиницы, пансионный, пожалуйста, приди, зарегистрируйся, получи землю и начинай действовать в рамках закона. Все, что уже произошло, мы уже этого не поломаем. Надо с этим уже смириться и как-то находить правовое русло и все это дело поправлять. Тогда появится и вода, и канализация, тогда будут отчисления министерства узнать. Тогда мы будем понимать, кто к нам едет. Сегодня действительно есть кое-где хаос, но этот хаос все равно уже более-менее становится законное русло. Спасибо. По поводу денег. Я не знаю, насколько точны мои подсчеты. Понятно, что они достаточно грубые, но тем не менее. Я прочел, что в среднем турист, который приезжает в Крым, тратит около 300 гривен в день. И в среднем сегодня он приезжает на 7-8 дней. Я умножил все это на 6 миллионов, у меня получилось 1,5 миллиарда долларов. 1,5 миллиарда долларов. Это, если я не ошибаюсь, приблизительно 3 годовых бюджета автономной республики Крым. Эти расчеты имеют под собой какое-то основание? Вот Дарина может ответить. Да, Дарина. Я думаю, что эти цифры будут интересны нашим телезрителям. Я отвечу коллеге. Мы задавали вопрос отдыхающим, сколько они тратят денег в Крыму. Ну, в общем, каковы траты не связаны с приобретением путевки. Итак, основная масса, 35%, тратит от 100 до 200 гривен в день на человека. То есть меньше, чем я думал. Ну, это без учета путевки. Речь идет, что жилье уже оплачено. Без учета путевки, да. Питание. Питание оплачено. Это очень важно. До 100 гривен тратит 22%, до 50 гривен тратит 10% в день. Но есть дальше статистика, и всего лишь 9% счастливчиков тратят в день на человека более 500 гривен. Что-то не жалко. Теперь вопрос, куда деваются эти деньги. Да, где полтора миллиарда долларов. Часть из них уходит на проживание, да. Часть из них уходит на проезд, туда часть уходит на питание, часть на какие-то медицинские процедуры и развлечения. Но что такое питание, например, взять, да. Налоги, услуга проживания, она вырабатывается здесь, в Крыму. Да, услуги питания, там, турист ест продукты, которые, к сожалению, в Крым в основном завозятся. Турист потребляет продукты производства, которые в Крым тоже заводят, сувениры и все прочее. Из Китая? Ну, в том числе из Китая, да. Куда не приедешь, в какую страну мы привозят сувениры из Китая? Бензин, да, как бензин. В общем целом, получается, что Крым очень немного из этих денег, из этих полутора, возможно, миллиардов, да, да верно, но мы это посчитать никак не можем. Более того, в этом году мы совсем не сможем ничего посчитать, потому что санатории выпали из статистики, их же перевели в медицинские учреждения. Но не это главное, доход есть. В мутной воде легче ловить рыбку, когда ничего нельзя посчитать. Рыбки от этого не прибавятся, к сожалению. Сколько в тени? Какой процент рынка в тени? Скажем так, он не в тени, мы его просто не видим. Доходы от этого уходят в другие области и, к сожалению, иногда в другие страны. Количество отелей, нет, лучше не по количеству, все-таки официальные отели, они больше значительно. Я думаю, что койко-мест примерно одинаково в тени и официально. Спасибо. Чем мы встретим отдыхающих в этом году? Наверное, первое, с чего начинает формироваться впечатление человека о любой стране, любом регионе, куда он приехал, это дороги. В каком состоянии они у нас сегодня? По крайней мере, главные курортные магистрали. Симферополь-Алушта-Ялта, Симферополь-Феодосия-Судак, Симферополь-Евпатория, Симферополь-Севастополь. Этот вопрос я адресую нашему гостю Александру Густенко, заместителю начальника службы автодорог Крыма. Вы совершенно верно заметили, что начинается первое впечатление от дорог. Если человек едет и будет плохое покрытие, например, то человеку это сразу будет не нравиться. И никакие красоты Крыма уже его не будут привлекать. Но я еще хочу тут уточнить одну деталь. Есть по закону, по всем этим, дороги разделяются на дороги общего пользования, дороги коммунальной собственности. И там потом пошли частные, даже есть и бесхозные, к сожалению. И у вас только про общего пользования спрашивают. Правильно. Поэтому я уточняю, что служба автодорог на балансе содержит дороги общего пользования. Первое, на что я говорю, человек обращает внимание, когда видите, это, конечно, состояние покрытия. Слава Богу, у нас в этом году зима нас пощадила, будем так говорить, не так, как остальные области Украины. Поэтому ямочный ремонт проводился постоянно, ни на одну минуту не прекращался. И по основным дорогам, как вы сказали, Харьков, Симферополь, Алушта, Ялта, Допустим, Красноперекоп, Симферополь, Симферополь, Бахчисара, Ялта, Севастополь. Ямочность на сегодняшний день практически ликвидирована. Не практически, а ликвидирована. Ликвидировано было 10 тысяч квадратов ямочности по этим дорогам. Было проведено обследование с сотрудниками ГАИ, неочередное. Вот у меня написано, что по данным ГАИ, 2190 километров покрытия автомобильных дорог общего пользования в Крыму поражены, выражения такие у них, поражены ямочностью, выбоинными осадками и другими деформациями. Совершенно верно. У нас на балансе находится 6222 километра дорог. Из них 1800 государственного... Третья часть поражена. Да. Но мы при обследовании учитываем абсолютно все. Если мы едем и на одном километре, ямка 10 на 10, мы считаем, что это уже ямка. И этот километр поражен. Мы его записываем как пораженный километр. Приезжайте в Крым, вы будете поражены. Мы не будем поражены. Я хочу сказать, что мы в Крыму не поражены. Вот за Крымом поражены. Даже не надо далеко выезжать, можно выехать на сторону Цирюпинска. Собственные трассы у нас практически в отличном состоянии. Я имею в виду, не должен приехать в Крым. Я немножко дальше продолжу. Сейчас мы закончили с ямочностью. Мы будем ее дальше продолжать по мере возникновения, потому что ямочность никуда не девается. Дороги у нас очень изношены. Ямочность прогрессирует, мы будем с ней бороться. Но вместе с тем, к началу курортного сезона, мы будем заниматься нанесением дорожной разметки, покраской, побелкой автопавильонов, посадочных площадок, покраской бордюр, покраской металлического бородирного ограждения. То есть будем все дороги приводить в полный порядок. Олег, вы часто ездите по Крыму? Как журналист, вы подтверждаете точку зрения? Общие дороги действительно лучше, чем по всей Украине. Тут существует другая проблема, это вопрос, допустим, к тому же ГАИ. У нас не взвешивают фуры, которые идут по дорогам, которые просто из-за перегруза... Вы немножко не правы, у нас работают два весовых комплекса. Они оба стоят на въезде в Крым и стоят с сотрудниками ГАИ, потому что сами мы не имеем права восстанавливать фуры, загонять. И я просто сейчас не переведу цифры, но если я так по памяти, в прошлом году на 21 тысячу евро был наложен штраф на водителей, которые шли с перегрузами. Ну, это не помогает, потому что как только пригреет солнышко, сразу появится такая проблема, как колея на трассе. Да, с вами полностью согласен. Мы устанавливаем знаки, которые ограничивают движение, но, к сожалению, никто на эти знаки не обращает внимания. Качество дорожного покрытия – это одна сторона дела. Другая – многочисленные свалки мусора на обочинах. И время от времени встречающиеся знаки на украинском языке «дякуемо за чистый узбич», а тут, к сожалению, помогают мало. Может ли помочь решить эту проблему, проходящую сейчас на полуострове акция «Сделаем Крым чистым»? Обязательно. Этим вопросом серьезно занялось уже и правительство Крыма. Проводятся постоянно акции, насколько я помню, где-то с 2007 года, по-моему, акции «Чистый Крым» проводятся. Вот есть председатель райадминистрации, он расскажет тоже, как эти вопросы решаются. Но я должен опять же сказать, что дорожники убирают только в своей полосе, которая подразумевает проезжую часть, обочину и кювет. Да. Дальше начинаются органы местного самоуправления. И когда мы работаем с ними совместно, у нас прекрасно получается, прекрасный результат. Слово органа местного самоуправления, наверное, Владимиру Живице, председателю Симферопольской райгосадминистрации, он пока ни слова не сказал. Как у вас проходит акция «Чистый Крым»? Вот самый какой-то скучный вопрос по мусору достался именно мне. Ну почему же смешно? Давайте немножко посмотрим шире, а потом вернусь к этой очень тонкой теме. Мне кажется... Очень грязной теме я бы вас поправил. Пока грязной. До первого июня. Там будет идеал. Симферопольского района. Крышков запомнил. Я тоже. Я знаю одно место. Сегодня мы говорим о Крыме, немножко касаясь деталей. А если посмотреть в целом, то, наверное, курорт зависит не только от правительства, а тех умных людей, которые сейчас находятся там, но и в целом от населения. Надо население как-то взбодрить так, чтобы оно хотело сделать Крым хорошим. Пожалуйста. Как пример. Вот здесь находится много молодежи, у них много энергии. Вот эту бы энергию нашим тем ребятам, которые сдают квартиры, чтобы они не просто получали деньги из людей, а старались что-то полезное сделать. Когда было тяжело в Корее, люди носили деньги туда. Сейчас на Кипре тяжело, те тоже готовы жертвовать. Готовы ли наши жители пожертвовать чем-то ради нашего Крыма? Это вопрос. Я боюсь, что не спрашивайте. У нас слушается все каждый день. Я бы тоже уезжал полностью и хочется сказать, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Если каждый человек возьмет пакетики, понесет, бросит в урну или в бачок мусорный, это уже будет большой плюс. Вы на Судак когда дорогу нормальную сделаете из Симферополя? Как только, так и сразу. Я наоборот помогаю, чтобы пообещали к вам сделать дорогу, чтобы было меньше поворотов. А, меньше поворотов. Очень тяжело к вам ехать, когда направление... Господа, я хочу вернуть вас все-таки сейчас к мусору. Владимир Николаевич, у нас есть два Владимира Николаевича, поэтому можно перепутать. Владимир Николаевич, как у вас проходит акция? У нас отлично проходит. Я хочу сказать... Дороги чистые? Нет, нет, ну... Обочины? Я поддержу своего коллегу, действительно, служба автомобильных дорог отвод полосы имеет. Что за отводом? Это стандартная процедура, мы не наводим порядок. Но, действительно, взаимодействие есть. И там, где есть взаимодействие, везде есть порядок, жалоб практически не бывает. А по поводу Судака я могу сказать одно. И Владимира Николаевича поддержу. Несмотря на эту прекрасную аудиторию молодежи, которая здесь... Ну, примером для всего Крыма, я скажу, все это знают, является Керчь. Надо отдать должное, что Керчь по чистоте, по наведению порядка, это... Говорят палочными методами. Вы знаете, можно говорить все, что угодно. Но есть результат. Победители не судят. Есть результат, вы мне извините. Керчь блестит. В Судаке, в отличие от Керчи, у нас чуть-чуть по-другому сформирован город предприятиями. Но за последние три года мы ежегодно проводим субботники. Я хочу сказать, что на протяжении определенного этапа, как мы это делаем, жители сами начали с пониманием к этому относиться. Мы же все учились в школе. Нас со школы прививали чистоте к порядку. Это правда. Мы же все того поколения, когда это было. Я считаю, что не зазорно прийти, подмести улицу, навести порядок. Вот кто вас виноват. Это молодое поколение, которое неправильно учили в школе. Нет. Молодое поколение должно понимать. Вот вы знаете, мы берем школьников, мы берем, у нас есть один вуз, который вместе с нами выходит на уборку территории. После этого действительно меньше появляется мусора. Тот, кто был у нас на 1800-летие, мы сделали такую прекрасную акцию на ограждениях дорог, поставили цветы. У нас была целая эпопея с этими цветами. Мы долго думали, что делать. Мы сделали бигборд разбитого горшка с цветами и написали такие слова. Каждый готовится по-своему к 1800-летию. И мне очень было приятно, что наши дети, живущие в Судаке, уже в курортный сезон, сами поймали несколько взрослых людей. И что с ними сделали? Я могу сказать одно, что вы знаете, это было очень приятно, когда об этом говорят в Судаке, местные жители рассказывают за эти ситуации, значит, есть у людей патриотизм к городу. Это очень важно. У нас неделю назад сбили дорожный знак, не дорожный знак, а ограждение дорожное, 1800-летие Судака. Тоже очень приятно. Местный житель поймал такого же местного жителя, который нес эту решетку. Как ни банально, но привел в приемную партию регионов. Нам было очень приятно. Смех смехом, но... Что с ним сделали? Ничего. Сели, поговорили, объяснили, что так себе нельзя вести. Это тоже хорошо. Спасибо. Я хочу сказать еще, что когда начинается такая работа, когда убирают достаточно хорошо в городе, ездишь в такой замкнутый круг. Если в месте грязно, то хочется там выкинуть, наверное, что-то и добавить грязь. А если там чисто, то это сделать уже стыдно немного. Тебя сразу становится видно. И когда местные власти над этой проблемой работают, то она решается уже в такой хорошей прогрессии. Это видно на примере Керчи. Я еще добавлю одну секундочку. И вот эта молодежь, которая вместе убирает, она потом старается не мусорить уже. Так что надо все с детства. Все, что выкинул, придется потом самому собрать. Спасибо. Игорь хотел сказать, и потом Ирина. Я вот хочу повторить афоризм, который Александр произнес. Этот советский афоризм чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Извратил сознание наших коммунальных служб. У них всегда это дежурный отговор. Когда ты приходишь и говоришь, почему вы не работаете, они вот это повторяют. Я хочу сказать, что проблема как раз не на высшем руководстве, а на уровне среднего звена и ниже. Если дворник тетя Маша плохо мела, то что бы ни говорил бы мэр, какую бы дорогую технику не покупал бы город, она так и будет плохо мести. И проблема как раз в том, что если будет чисто то, что Николай говорил, то и соблазна мусорить дальше не будет. А у нас, к сожалению, сознание нашего населения таково, что понятие жилья, вернее, моей квартиры, моего дома заканчивается дверью квартиры. Вот по эту сторону евроремонт и дорогая мебель, а уже на лестничной площадке можно гадить. Спасибо. Сейчас давайте Ирина и потом вы. Перехватывая тему, которая уже так вот больше дала крен в политиковоспитательную работу, это, конечно, очень важно. Я тоже хотела на этом остановиться. Но все-таки официальные моменты имеются такие, что вот продолжая тему автодорог, и чтобы не утруждать ничей слуг статистическими данными, сколько убрано скверов, сколько приведено в порядок парков, эта работа в этом году достаточно рано началась, потому что погодные условия позволили нам еще в январе месяце начать акцию «Чистый Крым». При этом вот есть два направления совершенно новых и достаточно конструктивных и системных. Два направления, которые начало правительство в этом году, это уборка территорий, которые прилегают к дорогам общего пользования государственного значения за пределами, которые курирует автодор. То есть на сегодняшний день ведется не только воспитательная работа, это сопровождение, но выделяются конкретные деньги, порядка 9 миллионов, на то, чтобы все дороги общего пользования государственного значения и территории, которые к ним прилегают, привести в порядок. Это убрать мусор, убрать несанкционированные свалки и более того, принять профилактические меры, чтобы они там не возникали. Эти деньги будут выделяться райгосадминистрациям, а мероприятия, которые они будут планировать под эти суммы, это уже забота местных органов. В этом плане еще и политиковоспитательная работа, на которую выделяются суммы, чтобы не дорожные знаки устанавливать, а еще на территории громад установить объекты малой социальной рекламы. Ну, что-то типа заботиться о чистоте и так далее. Типа дякуем, дякуем за чистую узбичь. Да, в этом роде. Ирина, власти Крыма обещали в этом году построить, ну, как минимум, два мусороперерабатывающих завода. Как обстоят дела? Этот вопрос обстоит пока на концептуальном уровне, но работа проводится. На сегодняшний день одобрена Советом Министров концепция по поведению с твердыми бытовыми отходами. Такая концепция расположена на нашем сайте, ее можно прочитать. Выделено семь площадок под строительство мусороперерабатывающих заводов. На сегодняшний день работа находится в исследовательском состоянии. Когда примерно эти заводы построят? Сегодня, Владимир Николаевич, мне поможет. Пока работают 28 полигонов, которые работают в традиционном режиме. Хватает? Их хватает, конечно, но концепция предусматривает, во-первых, совершенно новый технологический процесс, и, кроме того, организацию перевалочных станций. Спасибо. Владимир Николаевич, немножко мусорик от денег, на которые выделяло правительство. Это действительно революционный шаг. Такого еще не было, чтобы правительство давало деньги на уборку территории рядом с дорогами. Кажется, деньги выброшенные. Но, с другой стороны, вот есть такой город, мексиканский Канкун, где живут майя. Помните, нас пугали концом света? Так вот, власти этого Канкуня... Все обошлось. Обошлось. Выделили 10 миллионов долларов на раскрутку этой темы. И получили в итоге от туристовой рекламы 100 миллионов. Вот это тот же вариант. Предлагаете обидеть к конец света в связи с замусориванием Крыма? Абсолютно. Люди поедут, люди обрадуются, поверьте, денежку принесут. Тема продуманная, это не противополизм, это грамотно просчитанный вариант. По заводам. Почему я говорю по мусороперерабатывающим? На территории нашего района сейчас будет до конца года, может уже войти в строй завод, цена которого, вдумайтесь, 350 миллионов долларов. Уже сейчас отводится под него земля. Уже проектная документация работает. В этой студии неделю назад был у нас телемост с американцами. Именно американцы сюда финансируют эти деньги и следят за этим делом. И говорят, не отставайте. Каждый день это потери, деньги не работают. Это неправильно. И мы сделаем все, чтобы все эти полигоны, о которых говорилось, и которые у нас сейчас неправильно эксплуатируются во многом, будут в одном месте свезены и сделаны по высшему слову науки. Олег, вы верите живице? Вы знаете, я езжу в мраморную пещеру часто. Вы знаете, от центральной трассы, от Ялтинской, проехать буквально метров 800, что начинается с левой стороны. Знаю и переживаю за это. Это я вижу уже 10-15 лет, и никто ни разу там не убирал. В следующем году мы можем эту тему, наверное, забыть. Я очень надеюсь на это. Мне вот тоже кажется, что проблема со строительством мусоропроводных, мусорных заводов, или как вы их мусор переобачиваете. Это круто. Объясните мне, почему у нас такое малое количество мусорок? Может быть, люди бы не мусорили, не тащили бы к мраморной или красной пещере эти пакеты, если были какие-то площадки оборудованные вдоль дорог, где автомобилист может остановиться, сходить в туалет, перекусить и положить в мусорный бак, вот этот пакет с мусором в контейнер, а не выбросить из окна. Почему, когда мы идем по набережной, у меня проблема, куда деть бумажку от мороженого, которое съел мой ребенок. Я ее тарабаню с собой 800 метров. Я не буду приводить пример прекрасной города Судака. Судак сегодня просто у всех на слуху. Приедете в любой курортный регион. Вы не увидите количество достаточно просто обычных мусорок. Я понимаю 9 миллионов, 20 миллионов. Местные власти, которые ничего не делают для того, чтобы в городе было Чични, потому что вот эти дети мусорят или не умеют там убирать, а потому что отдыхающему просто некуда выбросить эту бумагу. И мы вынуждены ее, знаете, куда запихивать. Вот там, где уже куча какая-то лежит, вот я сюда бумажку и брошу, потому что вроде как мне неудобно. Николай, заставьте местные власти установить везде урны. Мусорные контейнеры. Да, это очень зависит от желания работать над этим местных властей. Может быть показательным пример Коктебеля, который в прошлом году у нас был по пас задних в этом году. Они так довольно серьезно взялись за работу, причем комплексно. Давайте посмотрим, как пройдет сезон. Да, хотелось бы, я о чем и говорю. То есть они так взялись, что, надеюсь, в этом году будет хороший результат виден, в том числе и по мусору. Посмотрим. Судак тут не самый плохой регион, но наоборот, просто мэр не побоялся прийти. Есть регионы гораздо похуже. И, к сожалению, и в Симферопольском районе тоже. Итак, будем считать, что наш турист добрался до места назначения. До санатория, пансионата, отеля, мини-отеля, до курятника у бабы Зины. Он добрался туда, не угодив в ДТП и не утонув в горах мусора. Что его ждет на месте отдыха? Даже составители правительственной программы развития и реформирования рекреационного комплекса Крыма на 2012-2013 годы согласились. У Крыма сложился имидж дорогого и некачественного сервиса. Это точная цитата из этой программы, принятой в 2011 году. Кто знает, как улучшить традиционный, ненавязчивый крымский сервис? Да, действительно, эта проблема есть. И тут воспитывать надо как? У нас, к сожалению, есть, с одной стороны, такой менталитет. Работа как бы прислуживания туристу, она считается, само слово, прислуживание непрестижной. И, скорее, временной. Человек не связывает свое будущее с этой работой. Он там перекантоваться, так сказать, находится для того, чтобы потом пойти куда-то работать в другое место. Хотя в зарубежных странах, в те, которые курорты уже, там какая-то история курортная есть, хотя и в Крыму она есть, там все по-другому. Там и по разделению полов одинаково примерно, и целые династии есть, там официантов, например, или там горничных. Это воспитание, это нельзя привить просто так сразу. Конечно, мы над этим работаем и внедряем, в частности, с помощью Евросоюза. Открыли в этом году учебный центр именно для отелей, где будут, для турбизнеса, где будут обязательно программы, в том числе и на эту тематику. Охотно идут туда учиться? Хотят учиться, но, к сожалению, многие хотят бесплатно. Мы не можем обеспечить для всех бесплатно. Люди, не все, к сожалению, руководители, не все собственники, здравницы и гостиниц понимают важность этого. Хотя все больше и больше в последнее время. Мы никогда не будем конкурентны по-настоящему, если владельцы гостиниц, директора, они не поймут, что именно вот это первое. Человек же, отдых это эмоция в основном. И эмоция от плохого сервиса, она портит все. У нас в студии есть Лариса Манжосова, заместитель директора Симферопольского училища ресторанного сервиса и туризма. Училище, которое готовит официантов, барменов, поваров, кондитеров, агентов по организации туризма, администраторов. То есть тех людей, от которых на самом деле зависит судьба Крыма как курорта. Вы чувствуете, что вы несете моральную ответственность за улучшение сервиса на крымских курортах? И что вы делаете для того, чтобы этот сервис стал лучше? Конечно, чувствуем и прилагаем все свои силы для того, чтобы все-таки качество услуг было на должном уровне. Вот в этом плане хочется сказать о новых формах, методах, которые мы внедряем. Недавно, буквально 10 дней назад, мы проводили очень интересный тренинг вместе с нашими социальными партнерами. Это Ассоциация малых отелей Крыма. Мы провели тренинг, который носил такое название «Организация бюджетного меню в малых отелях». Когда владельцы малых отелей приехали к нам и вместе с нашими учащимися, вместе с нашими выпускниками, они вставали, встали на кухне, в нашей кухне-лаборатории и отрабатывали различные виды меню. То есть уже владельцы малых отелей увидели тех ребят, которые приедут к ним, они увидели тех выпускников, которые приедут к ним на работу. Это вот интересная форма, это шаг в развитии. И я немножко не соглашусь с тем, что профессия официант, бармен как бы не совсем престижна. У нас учатся ребята, которые хотят, могут учиться и обладеть этой профессией. И не останавливаются просто на получении рабочей профессии, идут дальше учиться. И это является сейчас престижной профессией. Конкурс у нас в училище есть. Это не то учебное заведение, когда там нет набора, ребята не приходят. И это показатель того, что эти профессии востребованы, и ребята заинтересованы в получении, они хотят работать. Я думаю, что вот эти работы... Спасибо. У нас есть какие-то... Кстати говоря, это скорее пример ваших выпускников. Вы за время обучения им вбиваете это в голову, что это на самом деле престижная работа. И действительно, ваше учебное заведение, его можно считать таким скорее, ну, более глубоким исключением. В этом году мы... Ну, это не в этом году, уже будет, наверное, в начале следующего. Мы Евросоюз терроризируем. Проект я имею в виду полностью Крыму. Не нужно терроризировать Евросоюз. Нет, в хорошем смысле. Мы им заявку подали на закупку в ваше учебное заведение. Во-первых, кухонного оборудования, это современного для отработки шведских столов, и языковой лаборатории. Языки, кстати говоря, если мы хотим диверсифицировать наш турпоток, а со временем мы без этого просто не сможем, то язык это первое, что уже... У нас в студии... Виноват. У нас в студии Игорь Варолин, профессор кафедры туризма Таврического национального университета. Кафедра туризма ставит целью творческое развитие накопленного научно-методического потенциала и подготовку для индустрии туризма специалистов новой формации. Игорь, что это за специалисты новой формации? Вот я прочел у вас на сайте Таврического национального университета. Что за специалисты новой формации, как успешно вы их готовите? И что вы вообще думаете по поводу этой проблемы? В продолжении того, что говорила наша коллега и представитель министерства, что у нас, к сожалению, в подготовке специалистов в туристической сфере в Крымском регионе перекос. У нас, если взять всю совокупность учебных заведений, то процентов 80 готовят специалистов с высшим образованием, так сказать, менеджеров высокого звена. А как раз в туристической отрасли те же 80% это так называемый линейный персонал. Это уровень рабочих профессий. И вот как раз то, что коллега говорила, к сожалению, престиж этих профессий еще не так популярен, как престиж менеджеров. А именно линейного персонала у нас и не хватает. Спасибо. Владимир Николаевич, потом Олег. Я добавлю, действительно, ведь сервис складывается со многих сопутствующих. Самолет, поезд, машина, ты приехал, тебя расселили, а потом идет дальше. Официант, бармен, горничная. Действительно, в Крыму это огромная проблема. Она просто огромная. Это все здесь сидящие прекрасно это понимают. Чем больше будет нормальных, прекрасных таких учебных заведений, ведь это очень престижно. В Европе везде это престижная работа. Я думаю, что надо объяснять нашей молодежи, показывать, рассказывать, доказывать, что надо идти в эту отрасль и этим заниматься. Допустим, винодельческий комплекс у нас закрыт полностью. Он работает. Но сейчас тоже есть уже нехватка персонала. В таком случае надо, может быть, правительству Крыма найти какие-то рычаги, сесть, поговорить, найти какое-то компромиссное решение, что-то где-то перепрофилировать в вузах и заняться этим направлением. Спасибо. Олег Кричков. Тут проблема системная. Она связана с тем, что реально курортный сезон, когда работают большинство кафе, у нас два месяца. Вам не страшно вообще в кафе летом? Есть что-нибудь? Мне Ольга Фреймот рассказывает, куда ходить и куда не ходить. Вам везет. У вас есть особые источники информации. Какие положенные журналисты? Тут ситуация такая. Набирают людей. Они ничего не умеют. Пока они чему-то научатся, закончился курортный сезон. Тренируются они на людях у нас. Вторая сторона этой же медали. Целое круглогодичное средство размещения. Санаторий. Постоянно работающая у него кухня, столовая, ресторан. Он набирает людей себе. В мае к нему приходят. Эти люди говорят, знаете, я сейчас за сезон заработаю в 4 раза больше, чем вы мне здесь зарплаты платите за это время. Уходят. Потом, естественно, назад там уже других людей взяли. И вот этот постоянный круговорот, он не способствует. То есть санаторий и гостиницы, они должны обучать своих сотрудников. Они заинтересованы в первую очередь в том, чтобы у них был хороший сервис, чтобы люди не травились там, я извиняюсь, были довольны. Но они не могут себе этого позволить, потому что завтра у них этот человек уходит. Или выход отдавать приоритеты в работе, допустим, на Южном берегу и площадкам, ресторанам, которые работают круглогодично, где есть налаженная вся сфера, и торговая, и официанты, и все остальное. Спасибо, Владимир Николаевич. Есть такая фраза специалистов новой формации. Оно звучит. Но их можно готовить разными путями. Или уговорами, как мы это сейчас делаем. Или с другой стороны, рано или поздно, с таким сервисом, к нам просто люди не поедут. И тогда специалисты, новая формация, появятся сами. Жизнь заставит их развиваться, и после этого кризиса будет рывок вперед. Это тоже вариант. И он тоже уместен в Крыму. При одном условии. Если Крым закрытая резервация, этот специалист высокий, не уедет работать в Карпаты, не поедет в Киев, столичный отель. Мы их обучаем, они уезжают. Более того, есть хороший пример сезонности. В Карпатах сейчас идет высокий сезон, но уже к мае у них идет определенный поток. Я знаю, что очень многие директора здравниц забирают оттуда хороших. Особенно это касается поваров. Я еще хочу к молодежи обратиться. У нас вообще понятие о линейных специальностях слегка такое, знаете, надуманное. Это непрестижно и малооплачиваемо. Вы не поверите, любой директор базы, хорошей горничной, хорошему официанту повара, я молчу. От 5 до 6 тысяч гривен зарплата в месяц. Только придите, поработайте. Я не уверена, что вы, закончив менеджерскую специальность и работая в какой-нибудь сетевом магазине, будете со старта получать такую зарплату. Причем работа совершенно нормальная. И в 90% наших объектов есть старший персонал, который обучает, показывает, начиная откуда водить тряпкой и по какому периметру убирать этот номер. И все совершенно нормально. Есть непонимание, что эта профессия востребована и за нее нормально платят. Как-то вот это. Я лучше пойду куда-нибудь на пляж, поработаю типа барменом так называемым, но, грубо говоря, попью без какой-либо соблюдения дисциплины труда и без оформления. Вот это проблема. Черный рынок труда. Спасибо. Кто бы что ни говорил, а главное, что привлекает туристов в Крым, это все-таки море. Убери его, не помогут никакие природные чудеса, исторические и культурные достопримечательности. Как идет, если можно так выразиться, расчистка прибрежных территорий от незаконных заборов, шлагбаумов, строений? Символический старт, который дал премьер-министр автономии Анатолий Могилев за рулем бульдозера. Николай. Во-первых, сначала по пляжи. Напомним, в прошлый год у нас посвящен, можно было сказать, этой проблеме пляжей. Нам достаточно хорошо удалось над ней поработать. Из 582 пляжей, 333 в том году были бесплатные. Это достаточно много, больше чем в три раза увеличилась за последние три года эта цифра. В этом году мы более сосредотачиваемся на расчистке их от заборов. И особенно от расчистки не пляжей, а набережных, от торговых точек. Это тот пример, когда пляж открытый с одной стороны, с другой стороны ты идешь по набережной, ты совсем не видишь море. Это туннель просто такой из палаток, из каких-то киосков. Больше на это в этом году будет направлено. Работает сейчас рабочая группа, работает от Совета Министров в каждом курортном регионе по методической помощи. Они помогают распределить правильно дислокацию так, чтобы туристу, с точки зрения туриста, было комфортно. Чтобы он, приехав на море, он видел море. И пример, например, Коктебеля, когда там снесли 65 таких строений. Я уже не говорю про 200 метров заборов всяких. Это, наверное, Коктебель, он небольшой. Их снесли, понятно, их не лишили работы совсем. Их переносят вглубь, туда, где они тоже нужны будут. То же самое сейчас проходит в любом курортном регионе, где, возьми, в Судаке, то же самое. В Ялте сократили около 20% точек на сезон именно. Вот это самое главное. Я думаю, с пляжами мы попытаемся сохранить скорее то, что мы за прошлые годы накопили. У меня вопрос к господину Живице. Прошлым летом единственный курорт Симферопольского района, Николаевка, был одним из самых проблемных, самых скандальных в Крыму. Улучшилась ли там ситуация? А как пройдет грядущий сезон в этом Симферопольском курорте? Безусловно, есть позитивные перемены. И этим летом мы постараемся показать первые ростки того, что было запущено многие годы. Да, Николаевка последние 20 лет осталась не на нижнем уровне, а даже, я скажу, очень плохой уровень. Мы заняли по Крыму, честно говоря, вообще среди районов второе место. И только из-за Николаевки не стали первыми. Это наша болевая точка. Сейчас уже назначены выборы. И тот, кто лучшую программу предложит для местного населения и для всех туристов, он, безусловно, победит. Мы участвуем в этом. Спасибо совету министру, помогает. Поверьте, Николаевка, ну не обещаю, что через год, через несколько лет будет на достойном уровне хотя бы конкурировать с соседними регионами. Вам там выборы 2 июня-то не помешают? Разгарку летного сезона у вас выборы. Может, отдыхающих, кстати говоря, тоже как-то, не знаю, правда, закон нужно менять, чтобы они тоже голосовали. Может, они лучше мэра выберут вам? Мы воспользуемся вашим советом. Я думаю, местные лучше выберут. Владимир Николаевич Серов, судак, наоборот, в последнее время хвалят и хвалят, ставят и ставят в пример. Тем не менее, как у вас обстоят дела с доступностью пляжа, с очисткой, с расчисткой территории, с доступом к морю? Пляжи в судаке все открыты. Никто этого не скрывает. Николай прекрасно знает, Анатолий Владимирович Могилев в том году даже проводил у нас летом в курортный сезон большое совещание по пляжам, по выносной торговле. И действительно приятно, что на судак обратили внимание, нас поставили в пример. Мы действительно смогли объединить бизнес, объединить правоохранительные органы, объединить власть вместе и найти компромиссное решение по наведению порядка. У нас действительно на сегодняшний день на пляжах, вы не услышите слова пахлава, креветки, никто не ходит уже по головам. Причем первый курортный сезон был очень тяжелым. После этого все прекрасно поняли, что мы сделали. Третий курортный сезон подходит, мы уже знаем, что мы будем делать, как мы будем делать. Наши предприниматели в этом заинтересованы. Я бы хотел выразить слова благодарности Совету Министров в этом году за то, что действительно вот эту дислокацию, за которую Николай сегодня сказал, Совет Министров утверждает на пять лет. Уже не будет никаких инсинуаций, никакого кривотолка, утвердили. И эта дислокация рассчитана на все. На торговлю, на прохождение людей, на зоны отдыха, на те же самые мусорки, которых не хватает. Все полностью включается в эту дислокацию. Ее отрабатывают все службы в этом заинтересованы, которые действительно могут дать правовое подкрепление к этому документу. Очень многое зависит именно от местной власти. И помощь наша, если мы сформируем торговую дислокацию правильно, но если в сезон набежит нелегальных торговцев и захватит места, которые дислокации не предусмотрены, а местная власть не среагирует, то ничего с этого хорошего не выйдет. Например, в том же Коктебеле, у меня сегодня просто в зубах застыло. Вы анализируете подготовку разных регионов полуострова к курортному сезону? Если да, можете сейчас сказать, какие из них готовы лучше других, а какие наоборот вызывают тревогу? Я бы не хотел такой рейтинг выбирать, но если взять пример Коктебеля и Николаевки, то, к сожалению, при более-менее равных условиях, первоначальных, совершенно отвратительной подготовке к прошлому сезону, Коктебель демонстрирует большее желание в этом сезоне очень выгодно отличиться. Но, опять же, повторюсь, это зависит именно от местного хозяина, то, что там на месте. И, видимо, по-разному немножко сейчас понимают. И там, и там, по-другому. А вот министерство сложнее, а я не чиновник, не проще говорить. У нас сейчас проехал по Крыму огромный рекламный тур. Было 130 человек. Это была Россия, Украина, Молдова, Беларусь. В рамках выставки. Они проехали, они и восточный Крым в этом году смотрели, и западный. Сложно смотреть. В феврале еще Крым. Еще недоубранные территории, недобеленные помещения. Однозначно сказал, рекламный тур уезжает. Говорит, мы никогда такой грязной Ялты не видели. Что происходит в Ялте? То ли это проблемы с мэром, то ли с властью. Ну, почему то, с чем долгие годы носились, и действительно в Ялту было здорово приезжать в межсезонье. Теперь это, вот, отметили все без исключения, что же будет летом, если даже зимой так грязно в Ялте. Вот если мы говорим всерьез, и как бы, ну, понятно, проблемы Коктебелья, Николаевки были, есть и будут. Давайте говорить о том, что уже столицу крымских курортов, невероятно, во что превратили местные же власти, или кто там главный у них по мусору в Ялте. Есть же какой-то специально ответственный человек. Все зависит от хозяина на месте, к сожалению. Это факт. Ну, может быть, еще сработал тот факт, что это была зима, все серое. Так что надо постоять Ялту летом. У меня тоже приезжали друзья, они были несколько лет в Ялте, и тоже сказали абсолютно те же слова. Ну, большой рекламный, просто четыре автобуса шло, и они все однозначно. Причем они все почему-то были очень в хорошем смысле парадны в Восточном Крыму. Они отмечали Коктебель, Коктебель зимой. Но не самое приятное зрелище даже в смысле погоды. Все сказали, все заметили, как в Судаке делается набережная. Всех только один вопрос, успеют, не успеют. В Ялте 2 июня тоже будут выборы, и может быть тоже что-то. К сожалению, да, такая информация и есть. Я думаю, что Ялта успеет сделать вывод и к сезону исправиться. У нас остается еще немного времени, и я хотел спросить у представителей туристического бизнеса. Увеличится ли стоимость отдыха в этом году в Крыму? Может быть и у вас тоже, Николай. Насколько наши цены выдерживают конкуренцию с ценами на отдых на российских черноморских курортах, на курортах Турции, Болгарии? Как продаются места в наших здравницах, отелях, пансионатах на будущий сезон? Есть такая информация? Да, цены уже увеличены. Они увеличены порядка 10%, если мы говорим при не меняющихся условиях приема. То есть, если в прошлом году это был номер безудобства, в этом году там поставили кондиционер, сделали полную реконструкцию, понятно, что цена выросла намного больше. Вот был один и тот же стабильный объект, где-то в среднем 10%. Основная причина подорожания – это энергоносители и опять фонд заработной платы, который увеличивается вместе с налогами пропорционально росту заработной платы. Если мы говорим о конкурентоспособности наших цен, у нас цены более чем конкурентоспособны. У нас неконкурентоспособна транспортная составляющая отдыха в Крыму. Потому что если я сижу в городе Екатеринбурге, я за 2000 долларов улетаю в Турцию на 10 дней уже с перелетом. В Крым я только приобретаю обслуживание на 1000 с лишним долларов и начинаю думать, как же мне из Екатеринбурга попасть в Симферополь. Через Москву, самолетом совершенно недешево, прямым рейсом Екатеринбург-Симферополь по цене 400 или 500 долларов с человека. У нас доступны хорошие цены на курорт, у нас совершенно нет транспортной доступности этого курорта. Ее просто не существует. Спасибо. Николай, насколько хорошо продаются и насколько помогла в этом недавняя ярмарка, крупная, которая прошла в Ялте? По поводу Екатеринбурга, в этом году туда начнет летать Аэроникс, по крайней мере они это заявляют. А у них более-менее интересная... Мы скоро все молиться будем на Аэроникс, это единственная компания, которая нас теперь по разумным ценам связывает... Знаете, это единственная авиакомпания, у которой совпадают интересы с нами. Они хотят соединять Симферополь с другими городами, потому что их весьма... Но это борт 130 человек максимум, два раза в неделю, это мало. У нас совсем мало времени, все-таки по ярмарке, кратко, по ярмарке Крым, курорты, туристы 2013. Какую роль она сыграла, увеличились ли продажи, насколько Крым востребован, насколько наш туристический продукт востребован в других регионах Украины, в зарубежье, ближнем и дальнем? Крым востребован, и он востребован все более и более. Это отмечают туроператоры, у которых рост продаж от 10 до 30, некоторые вообще называют цифрой 80-90%, но это скорее те, которые только начали работу с Крымом. И туристическая ярмарка сыграла здесь, как и всегда, как площадка для того, чтобы встретиться, еще раз обсудить что-то. Без этих мероприятий, без таких площадок сезон обычно не проходит. Спасибо. Дарина, у вас буквально одна минутка. Информация по ценам от частных гостиниц, частных пансионатов и малых отелей. Вправе об этом говорить, потому что на наших ресурсах размещается более 700 курортных учреждений. Они все оперативно обновили цены за февраль-март. Итак, цены остаются на уровне прошлого года приблизительно. Если считать незначительное увеличение, я сейчас говорю по частному бизнесу. Если считать незначительное увеличение, хорошо, более 50% не меняют цены, 15-20% повышают. И, внимание, 20-30% курортных учреждений понижают стоимость отдыха, особенно на пограничный период сезона. Апрель-май, сентябрь-октябрь. Это говорит о росте конкуренции, конечно же, но в то же время о росте самосознания игроков туристического рынка. И о том, что они уже думают не о том, как бы сорвать прибыль за короткий курортный сезон, а о том, что будет через несколько лет, каков будет имидж Крыма и их собственный имидж. Вы говорите скорее о небольших объектах сейчас. Те, которые в Киеве не работают. Потому что все-таки по большим объектам немного выросло. Кстати, их выдели из тени нашей власти. Но это просто, как вы утверждаете, объективен. Он обусловлен объективными обстоятельствами. Не всегда некоторые на инфляцию поднимают. Спасибо. Я напоминаю, что во время нашей программы шел интерактивный опрос. Мы спрашивали у телезрителей, кем же для крымчан является турист. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Каковы итоги, каковы результаты этого интерактивного опроса. Можно мне вот сюда на экран дать результаты? Нет, тогда я подойду. Попробую прочесть отсюда. Итак, турист для крымчан это. Желанный гость 645. Незваный гость 159. Объект наживы 260. Таким образом, как вы видите, все-таки, несмотря ни на что, большинство крымчан считают, что туристы, которые приезжают к нам в Крым, это желанные гости. А для желанных гостей можно и постараться. Ибо на самом деле имидж полуострова, будущее полуострова зависит от каждого из нас, какое бы место мы ни занимали. Премьер-министра, чиновника, школьного учителя, рабочего, официанта, бармена. Встретимся ровно через неделю, в это же время, в этой же студии и на несколько дней ближе к лету. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ